Единую базу угнанных автомобилей разработают страны ЕАЭС. Об этом на пленарном заседании Можилиса сообщил министр внутренних дел. По его словам, в настоящее время существуют проблемы с неисполнением запросов о возврате автотранспорта компетентными органами стран-участниц Евразийского экономического союза. А соглашение, действующее между ними с 2005 года, работает неэффективно. За это время установлено свыше 220 похищенных в Казахстане автомашин. Из них возвращены в страну лишь 30%. Теперь в документ вносится норма, согласно которой страны ЕАЭС должны будут ответить на обращение в течение одного месяца. Когда обнаружится тот или иной автотранспорт, самая главная наша цель, чтобы данное автотранспортное средство не было легализовано на территории той страны, куда она была угнана. Для этого сейчас мы создаем единую информационную базу пока среди 5 государств, участников Евразии, по базе данных угнанного автотранспорта. Для того, чтобы сразу в режиме онлайн мы увидели, какое транспортное средство было угнано и уже на своей территории предпринимать какие-то меры. Также всех перевозчиков в ЕАЭС обяжут применять индификаторы. Таким образом, их лишат возможности перевести груз незаконно. Только в прошлом году правила перевозки нарушили порядка 60 тысяч недобросовестных грузоперевозчиков. В результате казахстанский бюджет недополучил 25 миллиардов тенге. Можелесмены в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому в Казахстане внедрят информационную систему отслеживания международных перевозок. С помощью навигационных гаджетов, установленных на транспорт, операторы смогут мониторить их передвижение. Добавлю тех, кто умышленно снимет или повредит пломбу, планирует штрафовать.